МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлогорск на выездный семинар на Раду. Пилотный проект развития малых городов у Деяния. Особливую увагу у Гомельской области все лето нададут Брагину и Камарыну. Подъемнику подъезде дома, где проживая молодый инвалид с Гомеля, будет у Сталяваны. Семья собрала необходимую колькасть подписов суседев. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Обовязательства перед народом повинны неухильно выконваться. На этом акцентовал увагу президент Беларуси сёння на нараде порашения актуальных пытанев социально-экономичного развития Беларуси. Так само Александр Лукашенко означал, что в краине потребные предприемства, которые живут без постоянной подпитки, сдержбюджету. Керавник державы подкреслил и то, что зараз сприяльные внешнеэкономичные умовы дозволяют различивать на додатковые доходы у бюджет. Организационные меры по реконструкции моста под жидковичами заманцеваны в указе президента. Яго Александр Лукашенко подписал напереда дни, поведомили у пресс-службе керавника державы. Документ предуглеживая завершение работ у 2018 годе. Нагадаем, на минулым тыдні президент особиста ознайомился с ситуацией и заявил, что на будавництве не будут скупиться. Международная специализованная выстава СМИ у Беларуси сёння распачала работу у Минску. Выстава будет проходить с 3 по 5 мая. У еёй примают удел больше, как 50 экспонентов, которые представляют каля-ча 300 сродков массовой информации с Беларуси, России, Украины, Казахстана, Польши, Китая, Турции и инших краин. Наведвальники могут ознайомиться с экспозициями республиканских и региональных друкованных и электронных СМИ, а так само специализованными и ведомостными выданьями, газетами высшейших навучальных установ и промысловых предприемств, навуковых организаций. Сегодня депутаты из усих районов Гомельской области съехалися у Светлогорск на выездный семинар на Раду. У его рамках обмерковали практику информования насельництва об работе депутатского корпуса. Удельники семинара ознайомились с реализацией инициатив в Боровиковском сельсовете и на предприемстве Светлогорским волокно. А так само оценили выкористание информационной просторы района у депутатской деятельности. С подробязностями Яугения Кухаронак. От якости информования насельництва об депутатской деятельности у вынеку залежит своечасовое решение проблем грамадян. Часы места проведения промыхлений и особистых приемов размещаются на официальном сайте местовых и выконаучных комитета и у державных сродках массовой информации. В Светлогорском районе зметое информование насельництва проводят Дни депутатов. У их рамках проходят встречи с местовыми жахарами. Удел принимают старшини сельсовету и процедуники жилево-эксплуатационных управлений. Проблемы выращаются худко и на месте. Сегодня информационное пространство везде во всем мире очень большое. Начиная от газет и заканчивая глобальной сетью компьютерный интернет. Естественно, вся молодежь и не только молодежь, и уже наше старшее поколение больше общается в интернете. Но, на мой взгляд, еще никто лучше ничего не придумал, чем личное общение с человеком глаза в глаза. Иногда, даже по телефону разговаривая, мы проводим прямые линии. Человека ты не видишь, ты не понимаешь, что у него. А когда ко мне приходят люди на прием, иногда мы решаем, просто поговорим. На предприемстве «Светлогорске химволокно» одной из крынец информования насельства об депутатской деятельности з'является корпоративная газета «Химики». У ее яснует особная рубрика «Слово депутата», в которой расповедается об проведении приема у громадян и выниках посяжения советов розных узровнев. Особные разделы маются и у газете «Светлогорские новины», и она расповсюдживается больше широким таражом и доступная у всем же храм района. И некольки слов об инновации. У минулого года на базе телерадиокомпании «Ранок» открыли «Медиахаб». Это публичная простора для адукационных, культурных и бизнес-мероприемствов. Тут нестандартно подошли до организации встречи депутатов с насельством. Для диалога запросили молодцы. Молодые люди с азартом отказали на питание, что сегодня необходимо Светлогорску, и выказали жадание допомогти своими силами. Пропановы обучивались и подчас самой нарады осветлять депутатскую работу про их реальные справы. Больше широко для этого треба використовывать в махчамосте социальных сеток и в уголе интернета. Наша задача сегодня, я считаю, депутатского корпуса дойти до каждого человека, информировать о том, чем мы сегодня занимаемся, то есть, что мы делаем для людей, для создания комфортных условий жизни. У планах, которые огучиваются по завершении нарады, створить уластные сайты районных и городских советов депутатов. Евгения Кухаронак, Игорь Марисченко, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского района. Отповедности с доручением президента Беларуси об развитии поселка у Городского тыпа селета на Гомельщине заплановано провести масштабные работы по доброму парадкованию Брагина и Камарына. При этом размовоеде и об реконструкции широку буйных объектов. Олег Сенсероу наведал Брагин. Брагин – центральная площадь. В сучастом выгляде она сформировалась в 80-х годах минулого 100-го года. Креху ранее, в початку 70-х, тут побудовали районный дом культуры. Повнерамотные работы у будинку проводились они в 20-х годах тому, когда стало заразумелым, что отселять Брагин уже не будут. После летучнего принятия решения доброго парадкования поселка, дом культуры у спецобъектов, где необходимо провести реконструкцию, уключили администерших. Директор РДК Сергей Кравченко бывает тут по некаких разов на день. Кажет, что докладно ведая, как проработают будовники. Вгодно с пашпортом объекта работа на им повинна быть завершена 15-го липня. Ремонт нужен в любом случае, потому что новые технологии у нас идут, новые задачи ставятся, новые люди приходят. Конечно, у нас вот здесь на данный момент три народных коллектива, планируется еще два. Запланованные в Брагине работы можно назвать соправдым масштабными. Городский стадеон, який постоянно заняты местовыми школьниками и спортсменами, так само повинен зменить свое обличе. Замец довольно небезпечного для тренировок к асфальту заявится штучное покрытие, боч с участом стане и футбольное поле. Еще один новый объект на карте Брагина – детячая музыкальная школа. В уголе с этой установой с начала 80-х годов минулого 100-го года, но никогда не имела властного будинка. Першего Версня и на Упершиню произведут успециализованные классы, эти азар ремонтуются у отповедности с потребностями миновито-музычной школы. Нам нужно два помещения, то есть два зала по классу хореографии, и поэтому у нас будет два зала на первом этаже и на втором. То есть эта реконструкция произошла, в связи с этим изменения было по проектированию по холлу, по вестибюлю, и, естественно, увеличились классы. Факты, которые не выходят в официальные справоздачи, а летом не меньше заявляются брагинской реальностью, покой у поселка проводятся работы по наведению парадок силами под родных организаций. Местовые же хоры начали добропородковать властные подворки. Семья Балубин залегу переселенцев, их вёстка зараз уже не яснуя. Брагин стал не просто новой родимой, а родным домом. По колькости собранных предметов быту полежаков подворок нагадывая невеликий музей. Экспонаты избирали по всих родных и знаемых. Знакомых много в деревне. Так оттуда попривозили. Ну а красота, все ж любят красоту. Самому же приятно пройти по своему двору или вечером, включить свет и чтобы красота была во дворе. Тогда же и себе веселее на душе. У Гот Малой Радимы гостям у Брагине рестуются показатель и костюмированный спектакль, сюжеты, а кого побудованы на местовом поддании. Летится, что у 1602 годе минавица тут во владании снязёв Вишнавецкий, будучи цар Илжадмитрий I, який назывався бесценным Ивана Грозного, пропонувал уступить у шлюб дарцы сандомирского воевода Марине Мнишек. Так, гэта циня докладна невядома, але про 3 годы Марина Сапрады стала женкой Илжадмитрия и царыцей России. Камень, каля и а кого попадание размоляли за каханное, сегодня заявляется брагинской знакомитостью. Камень, каханное заховывается до нашего часа кажуть, что каля и аго сядутся молодые, то их шлюб будет моцным и долгим. Хоть в уголе сестя на камень уже любые жидающие, в таком разе можно различовать насобистый поспех у життя. У Брагине такой макчымостью скоростался, напевно, уже не одна сотня человек. Олег Сентеров, Евген Матейнка, телерадио компания «Гобель» с Брагином. У ближайший час наши корреспонденты наведают так само городский поселок Камарин. Сюжет выйдет эфир на наступным тыдне. Сяуба ранних яровых у Беларуси наближается до завершения. Сгодно с оперативными дадзинами гэтой работы скончили господарки Брэзской, Минской и Могилевской областей. На финише Гродзинские и Гомельские регионы. У нашей в области засталось засеять менее чем 3% площов. Подранние яровые сбожжевые и зернебабовые культуры у гэтым годзе на Гомельщине отведено 150 тысяч хектаров. Сегодня у Гомеля подвели выники взаимодействия областного объединения профсоюзов и прокуратуры в области за первый квартал гэтага года. Пагаднение об взаимодействии Федерации профсоюзов Беларуси и Генеральной прокуратуры было подписано в вересне минулого года. В рамках супрациониста реализованы совместные мероприемства по наглядзе и громадским контроле за выкананием законодавства об праце. Сюль эта галовная увага предприемствам агропромыслового комплекса. За первый квартал года проверку прошли больше 50 организаций региона. Наиболее часто встречающиеся нарушения как показала проверка оказались нарушение порядка допуска к участию в дорожном движении и транспортных средств отсутствие должной организации работы по проверку наличия у выпускаемых на линию водителей состояния алкогольного пенения не обеспечения работников сельхозпредприятий средствами индивидуальной защиты спецодежды и не проведение периодического контроля за состоянием охраны труда. Агропромысловый сектор не выпадково стал объектом пильной уваги. Органы прокуратуры рыхтовались до этой проверки и на пяре до дни поселной постарались охопить максимальную колькость пытанил. Нагадаем, что у початку красовика президент Беларуси Александр Лукашенко запотрабовал провести контрольные проверки по усих выявленных порушениях у агропромысловым комплексе. Подъемник у подъезда дома, где проживая молодый инвалид с Гомеля, будет у Сталяваны. Семья хлопца собрала необходную колькость подписов суседев. Подрабязности резонансной истории у Натальи Капрыленко. Подожди, ты меня не затянешь. Вставай, пойдем. Ой, Андрей. Андрей 27 и весь этот час выходит на улицу ему допомагая мати. Ранее Тамара Ивановна выносила сына на руках и перасаживала у кресла каля подъезда. Аля опошние году 5 переносить на себе больше за 90 кг гэтовага сына разом с коляской женшине не по силах. Такое впечатление, что я сейчас упаду, я убьюсь, и он убьется. То есть, ну, это надо ощутить, чтобы понять. Очень тяжело. А подняться, это вообще проблема. Из-за того, что он немножко может на ногах стоять там какое-то время, минуты 34, я за это время его поднимаю на ступеньки, коляска внизу стоит, я его ставлю к перелам, он стоит, вот так вот весь колотится, а я бегом поднимаю коляску, чтобы скорее его посадить. Три годы тому семья вырешила просить усталевать подъемник у подъезда, как беспокут и неимоверных намаганий у перадолить семь приступок на пешем поверсе. Однако им у районным коммунальным предприемстве отмовили. Мауля, квартира личится на батьку, а Андрей у нее не зарегистрованный. Год тому батьки не стало, а хлопец уступил у спадшину. Здавалось, юридичный бок проблемы вырешены, але заявилась несподеванная количность. Суседи по подъезде выступили супрать подъемника. А по кольке дому, яким 27 год проживая колясочник кооперативный, для монтажу обсталявания необходна згода усих удельников кооператива. А гэта больше за 170 кватер згоду повинны дать не только жихары подъезда, але усяго дома. Собрание провели правильно, для того, чтобы, для чего это? Планировалось это все как определенный ликбез, но так сложилось, что мне, когда дали слово выразить свою позицию, меня перебивали, мне не давали сказать. И если бы не было представителей власти, которые как-то вели этот весь процесс, то возможно бы все происходящее превратилось вовсе в балаган. Если вот у них даже спросить, уже разговоры ходят, собственно, потом никто не может выразить четко свою позицию «я против, потому что…», а дальше аргументы. Кроме аргументов, вместо аргументов говорят, ну вот, я, в принципе, как бы и не против, но мне как бы все равно, но я против. Рассказать, чему я не суприть, жихары дома не пожадали. Хоть при выключенной камере ты, с кем отрималась погутарить, подтвердили, што махчыма причина конфликту. Сямьи с суседями былые узаемные крыуды. Многие же жихары дому навыц не ведуюць, як выглядая гэты самый падъемник для Андрея. Тамой бояться, што обсталяваня будя перешкаджать, ходить на седьмэблю праспляцовку першага паверха. А вось так выглядая обсталяваня удзейній. Его усталявали год тому для дзявчины-колясочницы у иншим районе Гомеля. Механизм выступает стяны на 10 сантиметров. Як оказалось, никому тут не перешкаджая. Жихароудома специалисты администрации Чигуночного района самостойно обошли у секватеры и собрали необходную колькась голосов за. После встречи большинство проголосовало за установку подъемника. И я думаю, что данный вопрос положительно будет разрешен. Сейчас найден спонсор, который за счет средств поможет приобрести и установить электроподъемник. И я думаю, что Андрей сможет выйти на улицу. Сдавалось бы, у этой истории добрый финал. Але мама Андрея турбуется, як бы суседи не затаели крыуду. А Андрей у чакані установки життёва необходного обсталявання не неды задумается, а ті допамогу джихары подъезда, калі ему раптом спатрэбіцца их допамога. Наталі Капрыленка, Павел Антонов, телерадио компания Гомель. Сёня у Гомелі стартовала двугдённая выязная пасяджэння Савета Беларускага Саюза ветерану вайны у Афганистане. У программе обмеркавання актуальных пытання у наведвання установ аддукації, акцій памяти і урочысты схоз на годы 25-й годзі областной арганізацій. Сёня удзельнікі пасяджэння сустрэліся з намеснікам старшыне Аблвы Конкаму Владимиром Прываловым. На парадку дня узаймадзенні улады і громадзкага аб'яднання. Дзякуючы добра наладжанаму супрацовніцтву сё лето проведзена реконструкція помнікаў воўнам інтернаціоналістам ў Петрыковскім і Жытковецким районах. Давы дання зараз рыхтуецца кнігаў, ў якой будуть падведзіны вынікі проводзімай ў регіоні работы. На сустрэчы агучаные пытанні звязаные с соціяльной патрымкой у дзельников боевых деяний у Афганистані. Одна из проблем это касается выхода на пенсі пенсіонного возраста. Дело в том, что когда там были лёгкие гандузи, никто на это не вращал внимания. С возрастом это становится более серьёзным. Но медицинское наше учреждение не признают это. Считается, что когда-то было это не боевая травма. Мы будем выходить с инициативы перед Министерством здравоохранения о том, чтобы изменить положение о ФТЭКах. Именно, есть какие-то показания «да» или «против», то «за» должно быть плюсом, что он «да» был. Он должен получить ту группу инвалидности, какую бы хотелось ему получить. Завтра другий день выездного посяжения. Удельники ускладуть кветки допомненьку воинам-интернационалистам у Гомери, а так само примуть удел в аурочистом сходе. Лето 2018. Сёння каля помненька комсомольцам-подпольщикам представники Гомельской Городской Организации Белорусского Республиканского Союза Молоди урочисты открыли третий працовный семестр. Всё лето студентским отрадам нашей краины исполняется 55 годов. Подчас працовного семестра бойцы студотрадов будут працывать больше, чем на трех десятках предприемствов. Жаданне принять до себе на летние месяцы юнаков и девочат выказали как постоянные працедауцы, так и новые. Дякуючу молодежной организации, что год тысячи молодых людей знаходят працю. Сжадающих формируют будовниче, сервисное, педагогичное, сельско-господарче и иншие отрады. Популярность студотрадовского руху с кожным годом расте. Колькость молодых людей, которые мкнутся в вольный от учебы час, заработать свои первые гроши, повеличивается. 31 предприятие на май месяц уже подтвердило участие свое в трудоустройстве молодежи. Мы признательны им, тем более, что за долгие годы существования студотрадовского движения в городе Гомеле ни одного отрицательного отзыва от нанимателей мы не получили. Естественно, конечно, это отличное подспорье для проведения переговоров в будущем с потенциальными нанимателями. Лето, сдякаючи студотрадовскому руху, было працю Латкавана, каля 5 тысяч юнаков и девчат с Гомеля. Причем не только в Беларуси, але и за мяжой. У Гомельским Державным Мастацким колледжи протягивается четвертый открытый областный конкурс «Майстер». У делу им принимают каля 60 конкурсантов с Беларуси и России. Об Мастацким споборнецтве расскажет наш корреспондент Ганна Каральчук. На протягу трех дзен молодые таленты будут змагаться в профессийном мастерстве. Молодшую взрослую группу от 14 до 16 годов складают новученцы детячих мастацких школ и школ мастацтво, старейшую до 24 годов, профильных середньоспециальных научальных установ. Конкурсные попробования складаются из двух часток «Выкональницкое мастерство и композиция», але для кожной взрослой группы предугледжены свои особливости. В первой категории участвуют младшие детки, которые работают над натюрмортами и старшая возрастная категория пишут портреты. Конкурс проходит три дня. Первый день выполняют рисунки графические, второй день живопись и третий день композиция. Композиция на заданную тему проходит пять часов. Виконание конкурсного задания досить протяглый процесс. Например, для створения натюрморта удельникам дается 6 годин, а для написания портрета натурщицы 8. Конкурс мастер накерованный на профессийную ориентацию талиновитой молоди. Он позволяет выявлять сдольных наученцев и сочить за творчим ростом одоранных детей. Попередние фестивали стали успеховым стартом для многих молодых талентов. Владальники призовых местов потом примали удел в международных конкурсах, пленэрах и выставах. А так само отримали стипендии по поднимке талиновитой творчей молоди. Все это подводить выники и ушановывать переможцев будут 4 мая. Это первая уверенность в своих силах и второе что художник прочувствовал как это все происходит. Он первый раз сталкивается с настоящим зрителем с настоящей оценкой работ. Для периферии это очень хорошая возможность в основном посмотреть сравнить себя попробовать свои силы сравнить с другими которые где-то ребята может быть покрепче в областном городе вот у вас допустим или же такому как Мозор допустим где более крепкие школы допустим Мозорская Рогачевская Еще одна задача конкурсу Майстер захование национальных культур и развитие профессионных связей Это творчество появляется выдатной плясовкой для обмена опытом между Мастаками разных стран Как вспомин об этих встречах у дворы Мастатского колледжа подрастает Яблоневая аллея что год подчас открытия конкурсу на ее высаживают одно новое древце Ганна Корольчук Игорь Марисченко отеля Радокампания Гомель Гэты а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивные аглята Я с вами развитваюся Усяго доброго и до новых сустречу эфиры Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто В студии Руслан Габрилев Здравствуйте Трое подозреваемых в совершении разбойного нападения в Мозыре задержаны Предварительно установлено что разбойное трио угрожая ножом битыми горлышками стеклянных бутылок и зажигалкой требовали у пенсионерки жительницы Мозыря спрятанные в доме деньги и ценные вещи На протяжении нескольких часов били и пытали пожилую женщину знали, что пенсионерка сняла в банке крупную сумму чтобы отремонтировать крышу Несмотря на побои пострадавшая не раскрыла местонахождение денег Преступники ушли предварительно связав жертв пожилую женщину и ее сына Злоумышленники были разысканы оперативниками в течение суток Сейчас пожилая женщина находится в районной больнице Возбуждено уголовное дело по статье разбой совершенной группой лиц В результате совместных усилий сотрудников Мозырского РОВД и областного милицейского ведомства а также представителей Следственного комитета удалось установить подозреваемых в совершении дерзкого преступления По горячим следам были задержаны житель города Мозыря житель Добуржского района и житель города Минска Двое из них уже имеют судимости в том числе из-за незаконный оборот наркотических средств Все трое нигде не работают Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания Фигурантом разбойного нападения может грозить наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества Обошлось без жертв но сгорело все придомовое имущество Чрезвычайное происшествие накануне произошло в Гомельском районе Спасатели Гомельского гарнизона выехали по сообщению о пожаре сарае в деревне Романовичей Огнем практически полностью уничтожен деревянный навес Повреждены кровля и деревянные перекрытия строения и баня Одна из предварительных версий причины пожара поджог Спасателями Гормельского гарнизона по сообщению о пожаре выехали в деревню Романович у Гомельского района В результате пожара огнем повреждена металлическая кровля и имущество внутри деревянной бани Причина пожара устанавливается За прошедшие сутки на территории области сотрудники госавтоинспекции остановили 19 водителей которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения Неутешительная цифра отмечена в сводках оперативной информации ГАИ В целом за прошедшие сутки на территории области было выявлено 850 нарушений правил дорожного движения 10 пешеходов участвовали в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения и 91 пешеход нарушил ПДД Кроме этого на территории области за прошедшие сутки было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий в которых никто не пострадал Такой обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу Берегите себя и своих родных Я Руслан Габрилев Благодарю за внимание До встречи На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин Здравствуйте Баскетбольный клуб Гомель СОЖ в полуфинале чемпионата страны среди женских команд дважды уступил команде ЦМОКИ Минск В обеих встречах подопечные Сергея Кулешова смотрелись неплохо однако зацепить действующего чемпиона не удалось В первом матче минчанки победили 74-53 На следующий день борьба была более напряженная разрыв в счете не таким внушительным 68-59 5 мая соперники сыграют в Гомеле В другой полуфинальной паре интрига как и ожидалось живет Столичный горизонт и Гродненская Олимпия обменялись победами Соперникам предстоит сыграть еще как минимум две игры в Минске Напомню что полуфинальные серии продолжаются до трех побед одной из команд В российском городе Каспийск проходит чемпионат Европы по борьбе медальную копилку Беларуси пополнили борцы классического стиля а также девушки Завтра на ковер выйдут мужчины-вольники Не меньшее страсти кипят сейчас и в Гомеле на протяжении двух дней областной центр принимает первенство республики в программе спартакиады детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе Возраст борцов 14-15 лет Более 300 юношей и девушек представляют 42 спортшколы со всей страны Гомельская область по праву хозяйки соревнований представлена командами всех Дю США региона В статусе победителя областной спартакиады на турнире борются воспитанники Гомельской из Дю Шор номер один БФСО Динамо Состязания лично командные по их итогам определяют лучшую спортшколу страны и сильнейших борцов В числе фаворитов есть и спортсмены из нашего региона В этих соревнованиях будут отбираться победители будут участвовать на первенстве Европы и первенстве мира среди юношей и плюс будет подвезти командная борьба командная борьба какая школа значит на данный момент с данным возрастом сильнейшая как говорится в республике Сегодня в Гомеле начался чемпионат Гомельской области по спортивной гимнастике соревнования посвящены памяти летчицы гвардейского Таманского авиаполка гомельчанки Галины Докутович турнир имеет богатую историю в этом году мемориал Докутович проводится в 44-й раз За награды борются более 90 спортсменов из Белоруссии Украины и Литвы Их возраст 16 лет и моложе В нашей стране список турниров для юных гимнастов не такой длинный а потому на соревнованиях памяти Галины Докутович всегда внушительное представительство Для тренерского штаба Гомельской из дюшер номер 4 который организует турнир это хорошая возможность увидеть своих воспитанников на фоне серьезной конкуренции Соревнования еще у нас будут и отборочными к Олимпийским Дням молодежи Республики Беларусь которые пройдут в 15 мая в городе Бресте будем отбирать команду на эти соревнования на этом пока все с новостями спорта ознакомил Максим Савин оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин